блин я такого вообще никогда не видел слот монстр всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл моих руках samsung galaxy a 40 знаете мы дожили до такого времени когда 5.9 тюйма уже считается компактным это реально вот держу в руке и телефон кажется маленьким про слот я конечно так может сгоряча загнул но он действительно нетипично это хороший слот потому что он тройной две сим-карты и карта памяти но выглядит как-то неряшливо что ли вот эту блямба непонятно ладно ставим его на место и занимаемся обзором смартфона galaxy a 40 это телефон с относительно слабеньким процессором с относительно слабой батарейкой но зато компактный красивый блин он действительно красивый фактически ну не как у флагманского телефона там края вообще закругленный но наверное как у 10 е можно сравнить как ни странно хотя то стоит там три раза дороже как минимум я имею ввиду samsung galaxy 10 с приставкой е это компактный телефон он конечно пластиком правда корпусе и рамы у него также пластиковая да точно пластиковая где только не проверял но есть нем некий шарм и для тех людей которые ищут себе недорогой телефон возможно он вам понравится посмотрите обзор до конца расскажу все что о нем знаю а начнем с внешнего вида телефон легкий весит всего 140 грамм здесь заслуга в том что батарейка не очень большая 3100 миллиампер потом позже про него расскажу со всех сторон телефон пластиковый сзади на спинке есть сканер отпечатка пальцев и двойной модуль камеры сверху у нас есть дополнительный микрофон шумоподавление все стандартно остальное стало с правой стороны включения кнопки громкости снизу динамик динамик здесь один разъем type-c разъем для наушников играет обычно ничего не скажу ни хорошего ни плохого на мой взгляд как-то излишек высоких частот немножко как и на более младшей модели от 10 например и просто микрофон больше по внешнему виду мне добавить нечего единственное еще раз похвалю то что телефон по крайней мере синего цвета выглядит очень даже неплохо выглядит фактически как флагман то есть мне нравится снизу вот этот подбородок так называемый он действительно маленький и прям вот прям хорошо вот 5.9 экран моей руке вот я практически могу дотянуться до углов практически ну вот дожили мы до таких огромных лопаток когда 5.9 уже маленький по экрану по экрану здесь стоит супер амолед 19.5 на 9 вытянутый экран full hd plus разрешение 437 пикселей на дюйм то что нужно сам экран мне кажется очень приличным хорошим яркость у него высокая даже на солнце вот уже конец апреля 19 года солнышко яркое все хорошо читается автояркость разумеется есть экран телефона конечно же под себя можно настроить но я вижу хороший цвет хороший цветопередачу хороший черный цвет даже хороший белый цвет что раньше несколько лет назад для амоледов была проблемой поэтому по экрану всячески только самсунг достойны похвалы экран действительно классный а вот по процессору тут хвалиться самсунгу совершенно нечем тут процессор на самом деле ты слабенький объясню во первых он по 14 нанометровой технологии процессор 78 85 старше ядра всего 1 7 гигагерца это мало если кто не знает чем выше тактой частота процессора ядер его тем он шустрее быстрее это как не знаю как двигатель автомобиля и цилиндр чем больше объем тем машина более мощная и больше разогнаться может как правило так и здесь все то же самое плюс очень важен видеопроцессор здесь mali g71 всего два ядра связка конечно не очень хорошие для игр этот телефон подходит слабо но почему-то мне кажется что покупатели этого телефона в последнюю очередь будут смотреть на то как он будет работать с играми это не всем нужно разумеется по интерфейсу тоже я не могу сказать что телефон летает но и не могу сказать что он подтормаживает и если как ни странно все таки наверное неужели в более высокое разрешение я к чему сравниваю вот на одну цифру меньше процессор послабее на galaxy a 10 тут у нас процессор 78 85 177 тактовая частота тут у нас процессор 78 74 но здесь hd плюс разрешение это galaxy a 10 а galaxy a 40 full hd плюс и знаете galaxy a 10 немножко в интерфейсе работает быстрее перелистывает фотографии открывает приложение это не так быстро но я как будто вижу эту разницу galaxy a 40 он ни в коем случае не тормозит но чувство что он более задумчивый чем более младшей модель вот так бывает к сожалению но каких-то проблем интерфейс вам не доставит то есть перелистывание все равно нормально и сравнивать сказать давид да ты сравниваешь что с флагманом что galaxy s не могу короче просто проц средненький ближе к слабенькому игры если будете тяжелые запускать запускайте на минимальных настройках все равно система выше не даст встроенной памяти 64 гигабайта оперативной памяти 4 что реально круто плюс слот если вам вдруг этой памяти не хватит ну и поговорим тогда о камерах и батареи камеры смартфоне 3 16 плюс 5 мегапикселей для эффекта боке и 25 мегапикселей камера фронтальная здесь есть моя любимая широкоугольная съемка которая работает не только на фото но и на видео то есть широкоугольная камера и это реально круто мне действительно это очень нравится и по настройкам камеры телефон нисколько не обижен здесь фактически есть то же самое что более дорогих моделях от того же samsung и панорама и про режим и живой фокус и да все есть ускорение замедление они конечно большие молодцы что могу сказать про качество фото и видео знаете фронталка 25 мегапикселей мне понравилось она умеет делать фотографии с эффектом боке и прям мне она кажется вообще отличный и если честно она фактически не отличает от тех же более старших моделей от моделей там за 50000 как ни странно мои слова поэтому посмотрите обязательно оригиналы фотографии с этого телефона с фронталочки если вам вдруг важна фронталка то вам этот телефон хорошо подойдет что касается основной камеры то тут конечно все средне я не могу ни похвалить не поругать особо отмечу то что когда мы снимаем широкоугольную запись то в темноте если с обычной камеры с обычной с обычным углом фотографии получается более менее в темноте то широкоугольная съемка все просто затемняет очень сильно качество широкоугольной съемки в темноте хуже ну и качество видео можно записать максимум full hd опять же посмотрите оригинал и составьте свое собственное мнение о камерах этого телефона переходим к батарее 3100 миллиампер час это немного 3100 миллиампер час это немного я с вами искренне честно скажу я в этот раз просто не успел поставить телефон на воспроизведение максимального видео на воспроизведение видео до максимум до конца обычно я так делаю в 95 процентах случаев поэтому я не могу сказать сколько он проиграет один и тот же файл без перерыва к сожалению обычно я это делаю но увы сейчас этого не сделал но по моим ощущениям я ставил сюда сим-карту некоторое время хоть и не большой с ним походил ну до вечера должно хватить должно я опять же как и говорил на galaxy a10 не заметил какого-то большого разряда что он к обеду там к 6 вечера разрядиться сим-картой сфотографирование со слушанной музыки и так далее но чудес каких-то по автономности не ждите но и не провально все итоги на самом деле эта модель она пересекается с galaxy a30 galaxy a50 даже чуть добавить там пару тысяч можно купить galaxy a50 galaxy a50 мне понравился больше чем этот не знаю даже вот если так емко сказать чем потому что они сопоставимы возможно из-за того что там конечно батарейка намного больше там 4000 миллиампер здесь 300 разница большая возможно мне показались там качество фотографий с galaxy a50 лучше хотя очень многие на мой обзор galaxy a50 почему-то пишут что там фотки какой-то отстой я честно этого не понимаю я их еще раз смотрел я их сам сиделами виду galaxy a50 нормальные фотки но опять же глаза у всех разные снимал вроде нормально и видео не такое плохое так вот покупать его за счет компактности и если вы не гонитесь за большой производительностью то в этот телефон вполне вам подойдет на мой взгляд он получился также неплохим сканер отпечатка у него на спинке есть разблокировка лицом есть практически все функции которые есть более дорогих флагманских аппаратах это от того же samsung это расширенное управление жестом настройка цветовой температуры расширенная работа с батареей и оболочка своя ими юай она называется на данный момент версия 11 он юай и версия android 9 как таковых слабых мест в нем я не нашел сказать фу прям совсем отстой сильные стороны это очень хорошая фронталка это относительно компактный корпус модули не все если вам это важно есть все датчики все модули gps и глонас и бейду все присутствует если вам также это важно как навигатор работает хорошо поэтому у самсунга в этом году получились хорошие середнячки бюджетками их назвать нам сложно бюджетка это все что дешевле 10 тысяч рублях на мой взгляд сильно дешевле к тому же но середнячки получились крепкие на этом у меня все не забудьте посмотреть оригиналы фотографии по ссылке под этим видео если вам нравится то что делаю ставьте лайк если не нравится дизлайк в любом случае подписывайтесь на канал всегда много интересного